Здравствуйте, дорогие наши друзья! Снова в эфире программа «Анекдоты от А до Я» от артиста Валерия Астахова и Владимира Емненко. Для тех, кто только включил свой смартфон и смотрит нашу программу, хочу сказать, всем желающим подписка строго обязательно. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, мы их обязательно читаем. Ну что, поехали! Фим, а я смотрю, ты с этими женщинами каждый день новая, каждый день новая. Как ты их выбираешь? Ну что, как машину, чтобы была красивая, чтобы была недорогая в обслуживании. Ну и самое главное, чтобы не ломалась. Подруга звонит своей подруге и говорит, алло, Галка, это ты? Да. Слушай, скажи только честно, а ты любишь птичье молоко? Да, люблю. Тогда быстро дуй ко мне, у меня тут таких два орла сидит недоины. Жена на неделю уехала в гости к маме. Возвращается и говорит, боже мой, что это? Ужас, что творится в квартире? Гриша, Гриша, что это? Почему тут такой бардак? Где пылесос? Он говорит, тихо, дорогая. Иди вот по этой тропинке. Ох, я смотрю, все бухаешь. Так, чтобы ты знал, я за последнюю неделю всего два раза бухал. Да. Правда, первый раз четыре дня, а вторую три. Блин. Миша, а вот скажите, что вы мне можете сказать за Абрама? За какого Абрама? Цибельмана. А, за Абрама Цибельмана? Вы знаете, я его плохо знаю с хорошей стороны. А я вот никогда не покупаю шаурму. Я ее дома сам делаю. Да, получается, как настоящая. Я даже пару раз траванулся. Сеня, а вы знаете, кто первый сказал такие слова? Вы назовете слово полностью или мы будем вращать барабан? Ха-ха-ха. Конечно, знаю. Это сказал Якубович. А вот нет. Первым это произнес Сэмюэль Кольт. Я вам скажу, у приличной женщины должно быть не более трех половых партнеров. Потому что, если больше, то остальным придется стоять и ждать своей очереди. А заставлять ждать это неприлично. Фима, а вы мне скажите, вы видели этот новый клип «Леди Гаги». Ой, Сеня, я вам так скажу. Книга лучше. Подождите, Фима, какая книга? Сеня, любая. Любая. Идет суд, слово берет прокурор и говорит, «Обвиняемый совершил просто феноменальную кражу по своей ловкости, наглости, фантазии. Это просто чудо какое-то». Обвиняемый, «Э, господин прокурор, оставьте свою лесть при себе, я все равно не сознаюсь». В аптеку заходит молодой человек, подходит к провизору и так шепотом говорит, «Я прошу прощения, у вас есть таблетки от трипера?» «Да, есть». «Я вас очень прошу, сделайте красивую упаковочку, это на подарок». Папа, подскажи мне, вот как понять девушек? Ну вот смотри, сынок, вот если девушка тебе говорит «нет», то это «нет». А вот если она говорит «не-а», то это «да». Но я пока повыпендриваюсь, понял? Жена уехала в командировку. Ну, решил сам себе борщ приготовить. Зашел в интернет, ну, чтобы узнать рецепт, ну и узнал. Узнал, чей Крым, за расселение слоган, и что мне пидору сметану за шиворот вылить надо. В общем-то, пиццу заказал. Коля, ты меня сегодня обидел, и я тебе этой ночью не дам. Не дашь секса? Не дам спать. Тоже мне размечтался, гад. Цилечка только вышла замуж, приехала до мамы в гости, и говорит, «мама, мама, у нас все хорошо, ну вот скажи мне, пожалуйста, а если мой Фима вдруг начнет мне изменять, ходить налево?» я тебя умоляю, Цилечка. Это не страшно. Самое страшное, знаешь что? Что, мама? Там с ним встретиться. Встречаются на улице два друга, сто лет не виделись, тут, «О, Колян, сто лет, сто зим, как ты, где ты?» «А где ты сейчас работаешь?» Винекологом. Ну и как? Пальчики оближешь. Фимочка, золотое мое, ты пришел с работы, такой уставший, открой бутылочку вина, набери в ванную тепленькой водички с пенкой, и иди спать, дальше я сама. Колян, чего грустный такой? С женой поругались, мысли у нас разошлись с ней, а вот я со своей женой не ругаюсь, у нас даже мысли одинаковые. Как это? Ну, как тебе объяснить? Ну, смотри, идем мы, гуляем по парку, а тут идет красивая телка в классной юбочке, и мы вместе думаем, «Эх, мне бы такую». Сара. Боже мой, какой же красивый у вас город, да? А это потому, что мы голубей свеклой кормим. Отец, когда рассказывал сыну на ночь сказку, сам так хотел спать, что Колобка, как только он сбежал от дедушки с бабушкой, тут же сбила фура с Кока-Колой. Ну вот и пролетела очередная порция наших анекдотов. Но, чтобы увидеться с нами завтра, обязательно подписывайтесь, жмите на колокольчик, ставьте лайки и пишите комментарии. А пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok